Алена, вот мне кажется, ты слишком много времени проводишь в этих социальных сетях. Просто круглыми сутками. Ну, не совсем, но в принципе много. А вот представь, в один прекрасный день, бац, и все. Все сайты в нашем регионе блокируются. Контакт, Твиттер, и что ты тогда будешь делать? Ну, я, наверное, буду паниковать, кричать, топать ногами и плакать. Неужели все так серьезно? Ну, не знаю, хотя даже думать об этом не хочется. Ты знаешь, мне кажется, у многих наших телезрителей будет точно такая же реакция, если это вдруг произойдет. И чтобы такого не было, предлагаю посмотреть сюжет, как обходить блокировки сайтов. Мы уже привыкли, что некоторые сайты в интернете блокируют. Но на том же живом журнале, который в Казахстане заблокирован, можно найти очень много полезной информации. Например, блоги по кулинарии, фотографии или рукоделью. Возникает вопрос, что делать? И что же такое блокировка? Интернет – это большая библиотека, в которой огромное количество книг, то есть сайтов. У каждой книги есть свой номер, по которому ее можно найти на полке и записываем в специальном журнале. То же есть ресурсами в интернете. Все сайты, кроме названия, имеют IP-адрес. Он указывает на сервер, где расположена страничка. Есть такие интересные книжки, которые детям в руки не выдают. Есть и сайты в интернете, которые блокируют. Выглядит блокировка так. Номер запрещенной книжки нужно просто замаскировать в журнале, и тогда уж ее точно никто не возьмет. С сайтами практически то же самое. На сервере скрывается его IP-адрес. Чтобы взять нужную книгу, нужно знать ее номер. Так же и с интернет-сайтами. Только у них это IP-адрес. Сайты-анонимайзеры уже не актуальны. Причина – много лишней рекламы. И хакеры на них ищут себе новых жертв. А в последнее время и сами анонимайзеры попадают в списки заблокированных. Тем более у многих сайтов-анонимайзеров появились фишинговые копии. В сети всплыли ссылки на липовые программы для анонимного посещения страниц. Установив ее, можно заразить свой компьютер каким-нибудь опасным вирусом. Единственный выход – устанавливать безопасные и проверенные. А чтобы не нарваться на измененный хакерами файл, качать эти программы нужно только с официальных сайтов разработчиков. Одна из самых старых и зарекомендовавших себя программ для обхода запретов в сети – это JIP. Разработали ее студенты Дрезденского технологического университета еще лет 10 назад. Она скрывает реальный IP-адрес компьютера, используя технологию MixProxy. Ваши данные поступают на специальные серверы и после кодирования передаются на MixProxy. Там данные всех подключенных клиентов попросту перемешиваются. В итоге определить адрес отдельного компьютера практически невозможно. Ну а из нюансов нужно отметить то, что JIP для своей работы требует установки Ява-машины. Она скачивается и устанавливается при инсталляции самой программы. Следующая программа – ТОР. Создали ее в исследовательской лаборатории военно-морских сил США. В 2002 году эту разработку решили рассекретить, а исходные коды передали независимым разработчикам. Они-то и создали клиентскую программу для простых пользователей. ТОР позволяет заходить на веб-сайты, которые заблокированы наглухо, но и устанавливается долго. Скачиваем файл, запускаем, указываем директорию, в которую будем устанавливать. Потом заходим в папку с установленной программой и запускаем файл starttorbrowser.exe. В появившемся окне жмем кнопку настройки и далее следуем указаниям программы. Закрываем окошко и снова запускаем программу. Луковица должна позеленеть. Автоматически должен открыться и браузер Firefox. Который устанавливается вместе с Тором. Одна из новинок – программа Ультрасерф. Плюс ее в том, что при ее использовании ваш реальный IP-адрес очень хорошо маскируется. Ультрасерф позволяет вам не только посещать заблокированные сайты, но и сохранять анонимность в сети. Это касается и комментариев, которые вы оставляете. Администраторы сайтов просто не могут определить и передать ваши данные кому-то со стороны. Полезная эта программа будет офисным сотрудником, которым системные администраторы блокируют возможность заходить на нужные сайты. Кстати, на сайте разработчиков есть официальное предупреждение. Прежде чем устанавливать программу, проверьте ее цифровую подпись. Так вы защититесь от подделки. Надеемся, эти программы помогут вам получить всю необходимую информацию. Но рассказать в одном сюжете обо всех способах обхода блокировок просто невозможно. Так что за подробностями заходите на наш сайт.